Следующее у нас яркое пятно это глаза. Глаза в ярком сценическом макияже оформляются, скажем так, с помощью линий. Если вы думаете, что особо глаза можно с помощью теней, а это тоже не нужно быть, то первоначально у нас линия. У нас есть верхняя века, верхняя линия, то есть, собственно, какая форма у нас глазика, это вот эта. И нижняя века, нижняя линия. И, в зависимости от того, как у нас идут эти линии, круглая форма у нас глазки, менделевидная, это вот про форму глазиков, да, выпуклая форма, впалые у нас глазки, падающий у нас кончик глазика, да, все это составляет наши линии. И, в зависимости от того, какая у вас природная форма глаз, вы будете оформлять, собственно, ваши глаза. И наносить тени, и использовать подводку, и приклеивать ресницы, как вы будете. Потому что если у нас падающая форма глазика, и вы прямо по форме наклеите ресницы, у нас все это, прямо, все это, как у вас грустно выражено лица. Поэтому, в зависимости от того, какая у вас природная форма глаз, мы будем ее корректировать и оформлять. В восточном макияже, если вы видели все эти красивые картинки, и на форуме, вот, кстати, оттуда Юля, у нас очень много все это выжено, я тоже все это изучала. У нас практически существуют две схемы, по которым можно оформить глаза в восточном стиле. Это либо полностью обвести глаза темным цветом, если мы поговорим про тени, или подводкой, или карандашом, или чем-то, чем-то, чем будем использовать, полностью обводится у нас верхний век и нижний век. Либо у нас идет разрубная линия вот здесь, верхняя века, и здесь у нас тоже какие-то вот красивые такие линии, которые не соединяются. Когда мы используем одну схему и вторую, если мы возьмем в целом вот все наши красивые картинки с восточным арабским макияжем, у нас все можно свести практически вот к этим двум схемам. Я думаю, что у себя, думаю, о себе, только самое хорошее. Если мы довольны глазками, мы не хотим ничего корректировать, мы можем просто обвести глаза темным цветом. Я не буду именно вот сейчас, в данном случае, останавливаться именно как там это делать, да, там тенями, каких-то цветов, там, как там все эти разводы делать. Просто схематично, так сказать, предварительная информация просто вот по глазам, по оформлению глаз. А потом уже мы будем предметно говорить, как, что там, в спорте, подводке, да, чего там, тени и так далее, и так далее. Просто вот схематично, чтобы вы поняли вот саму суть, да, потому что глаза – это форма. Мы сначала рисуем форму, как мы это делаем, по линии, и я вам рассказываю по линии. Если у нас не были видны хорошие глазки, глаз не падает, да, если он у нас не дуклый или там не дуклый, то есть нормальный, обычный хороший глаз. Мы можем просто обвести глазик тёмным, либо тенями, либо картошок, повторюсь ещё раз, подводкой, кокнам и так далее. Тушь и практически вот до брови можно светленьких теней, практически у нас глазики готовы. Если нам хочется, немножко вытянут глаза, у нас маленькая форма глазиков. Падает глаз, внешне падает, нависают ли веки. С помощью разрывных линий мы можем немножко увеличить длину 20 раз, немножко делать миндалевидно, привести нашу форму глаза к миндалину. Миндаль – это как бы табальная форма лица, это идеальная форма глаз, и какая нам очень хочется, чтобы у нас были такие красивые такие глазки. Разрывная линия поможет нам добиться этого. Что мы делаем? Мы рисуем все, все линии, будь то тени, будь то подводка, соответственно, с верхней линии нашего глазика, но заканчивая у внешнего края яснички, где у нас потом я ясничка заканчивается, мы останавливаемся, и где она первая начинается, мы тоже останавливаемся. Да? Сверху и снизу нарисуем. А вот потом как-то наполнить вот эти внутренние уголочек и внешние уголочек будет зависеть от того, насколько сильно у нас глазик либо падает, либо вогнут, либо выпуклый, и все-все-все, что у нас там, например, маленький, да? Будет зависеть от этого. Разрывные линии. Они нам позволят немножко вытянуть наш глазик, который маленький по форме. Немножко сделать его овальным, два, и с помощью этих линий мы как-то сможем вот здесь вот рисовать, вот именно в этой части, да, потому что нужно маленькие глазки удинять. Причем мы можем как внутри удинять его, а восточные макияжи позволяют делать. Как и внешние, желательно на внешних уголочках делать акценты. Эти разные линии нам помогут глаза вытягивать, а темные тени и темные цвета, которые мы положим на подвижный век и на неподвижный век, подводят нам немножко в ширину, в высоту, еще немножечко увеличить глазки. И тени мы можем класть как на нижних линиях, и сам Бог велел на верху, вверху. Класть именно, потому что надо зрительно увеличить глазки. В промежутке, когда у нас образуется голая кожа, мы можем класть либо тени, либо белый карандаш, называемый каял. Белый карандаш мы используем в последствии с 3 глазами, для того, чтобы увеличить глазки. Это тоже относится к маленькой форме глазика, когда мы белый карандаш кладем внутрь. У нас визуально, особенно с расстояния, глазик увеличивается. И вот эту кожицу, которая у нас образуется между двумя линиями, мы можем также закрасить карандашом, а сверху положить белую карандаш. То есть как-то зафиксировать карандаш. С внутренней слизистой мы можем идти прямо на внешний линию. Мы легко можем эту линию делать. Точно так же, как делается черная. Черным цветом, черная подводка, черный каял, кокол, все это тоже хладится вовнутрь. При этом, для маленькой формы глаза нам не очень желательно делать, потому что черный цвет внутри сужает, делает кошачьим такой разрез глазиков и вытягивает глаз безусловно. Желательно нам использовать подводки. И потом вам расскажу про профессиональные подводки. Вы желательно для сценических выступлений использовать супер, профессиональную подводку. Они обладают очень стойким эффектом, раз. Они не трескаются, как многие подводки, особенно жидкие, которые жидкие, только кисточки не надо. Те, которые, да, обстанутки. Они, как правило, неправильно рисовали, хотя палочка поправьте, она высыхлась, она же трескается, рассыпается. У нас тут здорово-веком. Профессиональные подводки обеспечат вам и стойкость, и легкость удаления, если вы неправильно рисовали, прям палочка стираете и так далее. Я вам покажу, как она выглядит. А мы обязательно найдем стойкость подробнее, потому что она вам приходится, в принципе... Это профессиональная сухая подводка. Здесь очень много по объему. Вот такого количества граммов вам хватит, но она тоже не будет. Чёрная. Они есть по цветам, разные совершенно разные. Вы можете подобрать себе, если вы блондинка, чёрный цвет вам слишком глубоко, да, смотрится. Или вы, в принципе, не пользуетесь с чёрным цветом. Подобрать себе либо оттенок можно совершенно легко. Но профессиональная подводка вам поможет использовать этот продукт максимально удобно и комфортно. В отличие от бытовых подводок. Я уж не говорю про стойкость, про водостойкость. Вы потеете, да, всё у нас плывёт. И подводка, к сожалению, тоже у нас удобно такими свойствами. Удобно. Единственное, их недостаточно, то, что их надо наносить кисточкой. Потому что в бытовых подводках вы раскрутили быстро, нанесли, закрутили обратно и всё. Но плюсов у профессиональной подводки гораздо больше. И в будущем, если вы хотите много выступать, и вы много будете выступать, будете себя красить, вам желательно приобрести сухие профессиональные подводки. Есть жидкие подводки, но желательно вот именно в сухом виде. Потому что вот именно поправлять, да, что-то корректировать, вам позволит очень не размазываться именно вот сухой средством. Вот такая кисточка используется для подводки. Заванилась линия. Она плоская. Ребром можно провести тоненькую линию. Перевернули плоско, плашмя. И нарисовали такую вот жирную, жидкую, такую толстую подводку. И внутри я нарисую, и сверху. И любые линии она оформляет, будь то какие-то рисунки, ковеки, всё что угодно. Пригодится вам, пригодится. В жизни пригодится, тоже пригодится. Ещё раз повторюсь, плюс огромный в том, что её можно не размазать на ковеке, когда вы уже накрасились. Да, уже тени положили, уже всё, у вас рисунок готов. И вот вы там ошиблись, куда-то у вас выскочила рука. И нам приходится мусорить палочку и всё развасить по веку. Это очень удобно, и вы присылаете средства, они позволят вам просто, палочка снимается, хвостик. И ничего у вас не нарушается. Ваш рисунок, 75, 75, 50, там пятнышка есть. Вы всё там в пилишку добавили. И уже хвостик рисуйте так, как у меня в хранике снимаете.